Анастасия Матвеева 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 Пожар номер 30 зарегистрирован 1 июля 2018 года в 79-м квартале на территории Тубинского участкового лесничества. Действует на площади 3 гектар, в привязка 38 километров от поселка Тубинский. Пожар номер 41 также зарегистрирован 1 июля 2018 года в 28-м квартале на территории Подунского участкового лесничества. И пожар номер 17, это который самый большой пожар, у нас действует на площади 4000 гектар, привязка 72 километра от бывшего села Кеоль. В центральных и южных районах Приангария максимальный пятый класс пожароопасности уже введен. Всего по области действует 43 пожара. Отмечается, что все они возникли не по вине человека из-за сухих гроз. Общая площадь превышает 50 тысяч гектаров тайги. В наших лесах с начала весны выявлено и ликвидировано около 20 возгораний. Самые крупные начались только сейчас. Как будут развиваться события, зависит во многом от погоды. Особый противопожарный режим у нас введен уже несколько месяцев. Несмотря на это, простые люди могли попасть в лес по специальным пропускам. С введением же чрезвычайной ситуации правила сильно ужесточаются. Введен режим чрезвычайной ситуации в связи с большим количеством лесных пожаров. В связи с этим выдача пропусков будет ограничена. Так как при чрезвычайной ситуации ведется ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Хотелось бы обратиться к жителям города Устилимского, Устилимского района. О том, что в режиме чрезвычайной ситуации также запрет действует на разведение костров, разведение мангалов. За это предусматривается административная ответственность от 2 до 4 тысяч рублей в соответствии с кодексом административных правонарушений. Огнеборцы делают все возможное, чтобы не подпустить красного петуха к населенным пунктам даже близко. Однако по вине человека пожары все же вспыхивают по окраинам. Так 2 июля в который раз подряд задымилась промплощадка ЛПК и огонь уверенно направился в сторону леса. На помощь ведомственным пожарным группой ЛИМ пришли их коллеги из города. С возгоранием справились и отправили для опашки бульдозер. В тот день едкий дым хорошо чувствовался в городе на правом берегу. Однако по заверению специалистов Роспотребнадзора превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не было. Огонь перешел в минерализированную полосу и углубился в лесной массив Устилимского городского лесничества, квартал номер 49. Вчера передавали, когда последний раз измеряли площадь пожара, передали цифру в 20 гектар. Пожар находится на расстоянии 13 километров от города. В настоящий момент угроза жилым домам, производственным зданиям нет. Массовая весенняя вакцинация крупнорогатого и другого сельскохозяйственного скота, а также домашних животных, закончилась только на днях. Сколько уколов сделали местные болиты и какие опасности могут исходить от братьев наших меньших, смотрите в нашем сюжете. Мы ходим по домам и делаем прививки сельскохозяйственным животным, коровам, лошадям, ослам, мулам, верблюдам. Ну и кошек, собак тоже забираем, прихватываем, прививаем. Это у нас государственное задание. На сегодняшний день привито от сибирской язвы коров, лошадей более 761. Также мы исследовали на туберкулез, лептоспироз, лейкоз. В общем, картина неплохая по исследованиям. Ну вот единственное, лептоспироз, да, имеются единичные случаи, мы принимаем меры. А в остальном все неплохо. Также в городе и районе привито более полутора тысяч собак и кошек. На пасть этого лета гриб птиц, который передается, как и обычный, воздушно-капельным путем. Опасно тем, что очень большая, высокая смертность среди птиц. И в том хозяйстве, если это заболевание будет выявлено, будут убиты все птицы. Ну а также мы боимся того, что этот гриб с нашим подружится, и человек будет тяжело болеть. Наша задача – не допустить гриб птиц к нам. Для этого наши фермеры, личные подсобные хозяйства обязаны держать свою птичку в закрытом способе. То есть они будут в птичниках, иметь вольеры, клеточка, для того, чтобы птица, домашняя птица не общалась с дикой и синантропной птицей, чтобы она не могла перезаразиться. Ну и если вдруг кто-то надумал привезти птицу к нам, обязательно этот воз должен быть согласован, чтобы, не дай бог, втихаря не везти из неблагополучного региона. Группой риска в связи с этим становятся, в частности, любители курицы со всеми ее производными. Покупая живую или разделанную птицу у частника, рекомендуется в первую очередь ознакомиться с ветеринарной справкой или ветеринарным свидетельством. Участник забивает птицу и везет к нам на рынок. Вот та, которая продается на рынке, она продается после лаборатории ветсанэкспертиз. То есть мы ее проверяем. Ну а если она продается с рук, мы о ней, конечно, можем ничего не знать. И да, это уже рискует покупатель, беря птицу, домашнюю птицу, с рук. Ну а в магазинах, как правило, от производителя она уже идет проверенная. Максим Сизых, Александр Килин, информационная программа «Северный город». В этом году выставка «Меховые традиции» открывает 17-й меховой сезон. За это время их продукцию успели оценить и полюбить тысячи женщин от Краснодара до Владивостока. А это почти вся Россия. Компания стремится к постоянному развитию и улучшению качества обслуживания своих клиентов. Разрабатывает новые выгодные предложения, о которых наш следующий материал. Многим кажется, что лето – это идеальное время для покупки купальников и велосипедов. А вовсе не шуб, за которыми очереди выстраиваются ближе к ноябрю. Мы откроем вам секрет. На выставке «Меховые традиции» именно теплое время года – самое выгодное для покупки меховых изделий. И вот почему. Во-первых, это огромный ассортимент. За время межсезонья мы тщательно отбирали новые коллекции, которые сейчас в полном объеме представлены на наших выставках. А это шубы из всевозможных видов меха – норки, овчины, нутрии, лисы и других. А также парки с меховой отделкой, модные жилеты и шапки. Во-вторых, цены в этом сезоне, несомненно, порадуют. Например, норковые шубы от 44 900 рублей, овчины от 7,5. А для удобства приобретения наших изделий можно оформить кредит без переплаты. В-третьих, это возможность не спеша, с чувством, толком и расстановкой выбрать с помощью наших квалифицированных продавцов идеально подходящую вам шубку. И самое главное, именно сейчас на выставке «Меховые традиции» стартует самая масштабная распродажа сезона с максимальными и честными скидками до 80%. Хотите значительно сэкономить на покупке шубы? Приходите на выставку «Меховые традиции» сейчас, ведь в жаркое время года и цены у нас горячие. Убедиться в этом вы сможете, посетив выставку «Меховые традиции» 6-7 июля в ДК имени Наймушина, 8-9 в ГДК «Дружба» с 10 до 19 часов. На этом выпуск новостей завершен, а далее смотрите специальный репортаж, который расскажет про выдающегося гражданина Устилимска. 21 июня наш город посетил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Неожиданно для всех Сергей Георгиевич изменил график поездки и включил в него посещение бассейна «Дельфин». Молва о его возрождении достигла Иркутска, а эксперты называют бассейн одним из лучших в Приангаре. Работы и материалы обошлись в 150 миллионов рублей частных инвестиций. В поездке главу области сопровождал Дмитрий Вычек-Жанин, руководитель группы компаний «Пик-89», который занимался полной реконструкцией дельфина. Человек-дела, он редко находит время для публичных выступлений, и в городе его знают не все. Поэтому мы решили опровергнуть пословицу, будто хорошими делами прославиться нельзя. Можно и нужно. Он очень волновался. Очень. Раз-раз-раз. Раз-раз-раз. Как слышно? Хорошо? Но, с другой стороны, как может быть иначе, когда впервые лично встречаешь такого гостя на Устелинской земле? Не каждый день губернатор Иркутской области Сергей Левченко жмет тебе руку и готов оценить результаты твоего труда. Если у вас будет время в этой программе, минут на десять. Мы год назад запустили бассейн, который не работал более трех лет. Ну, чтобы вы просто посмотрели. Ну, десять минут-то найдем. Дмитрия Вычек-Жанина не назовешь рефлексирующим, метущимся. Скорее наоборот. Про таких обычно говорят «человек-действие». И его биография – это действительно дела, дела и дела. То есть поднятые с колен производства и созданные с нуля или вытащенные из банкротства предприятия. Если обязательства перед партнерами предполагают изменение графика, режима его жизни, он предпочтет выполнение обязательств, а не комфорт. Как я отношусь к слову «надо»? Надо – значит надо. Это мое жизненное правило. Это моя философия. Впрочем, те, кто его знает близко, убеждены – Вычек-Жанин думает о своих обязательствах не только перед партнерами. В коллективе, который он создал, трудится почти 700 человек. У Вычек-Жанина есть характер. Он жесткий, волевой человек. И когда надо, он может принять жесткое решение. В основном эти решения направлены на благо коллектива, общества, простых людей. Была когда-то ситуация, много лет назад, были сложности в оформлении с документом по вывозке по морю круглого леса. То есть люди могли реально остаться без работы, просто сидеть и ждать, когда пойдут все эти бюрократические проволочки, пройдут, утрясание всевозможных вот этих моментов. Дмитрий Владимирович взял на себя ответственность и принял решение продолжать работу. В процессе документы были сделаны, было все нормально. Но у него впоследствии были проблемы с буквой закона. Я знаю, у него были проблемы. Но тем не менее, на тот момент люди работали, получали деньги, была у них какая-то стабильность и понятие, что все хорошо и все нормально. То есть они об этом в принципе даже не знали. Мы провели в Усть-Илимске несколько дней и сами убедились, что вся его жизнь – движение, работа. И удивились бы, если в таких условиях не нашелся бы человек, которому этот жизненный распорядок не нравится, не кажется оптимальным. Причем нашелся он в теплице, которую построил сам Вачикжанин среди помидоров, огурцов и укропа. Знает, что я люблю, очень люблю розы. Дарят мне их на день рождения. День рождения у меня 30 декабря. Огромные охапки. А так просто так не дарят, что ли? Да нет, как-то нет у него такой привычки. Но вы его ругаете? Нет. Нет, за цветы я его не ругаю. А за что ругаете? Ну, ругаю, скорее всего, за отсутствие дома, когда он мне нужен. Жена, да, критикует. Мало уделяя внимания, ей хочется поговорить вечером, а у меня уже нету сил. Когда вы в последний раз вместе были в кино? О, это было очень давно. У нас просто нет на это времени. Я даже вспомнить не могу. Ну, соответственно, есть одна отговорка. Очень много работы. Не следить за здоровьем. Когда на улице прохладно, он там может легко одеться. Я знаю, что потом это будет простуда, что потом надо будет его лечить. То есть вы ругаете его за то, что он много работает? Да, совершенно верно. Много работает. Конечно, я понимаю, что это неправильно. Нет, у вычегжаниных в семье полный порядок. И Светлана все понимает. Для любого настоящего мужика жизненный успех в работе, в результатах труда. А Дмитрию есть что положить на эту чашу весов. Производство, оборудованное по самым высоким стандартам и ориентированное не на вывоз кругляка в Китай, а на переработку леса и поставки в Японию и Европу. Сейчас он строит цеха по производству пеллетов и древесного угля. И они будут крупнейшими в России. Ничего подобного ни в Устилимске, ни в Приангарии вообще никогда не делали. Я считаю, что учиться нужно всю жизнь. Вот тяжело, наверное, изобретать айпады. Всему остальному можно научиться. Судя по отношению к айпадам, у него отличное чувство юмора. И самоирония. Быть может, поэтому не забронзовел он и не любит светиться в СМИ. Необычный человек, словом. Для его-то достатка и репутации. Ну, конечно, мы знаем Дмитрия Владимировича Вечегжанина. Ежегодно его предприятие поставляет бесплатные дрова для малоимущих слоев населения нашему тубинскому муниципальному образованию. А также он помогает в очистке дорог нашего поселка в зимний период. Поверьте, для нас это немаловажно. И нам есть за что его благодарить. Я знаю многих горожан, которые хотели бы, чтобы Дмитрий Владимирович представлял их интересы во власти. Потому что все считают, что он честный, справедливый. И он никогда не отказывал в помощи людям. Но о собственном походе во власть Дмитрий Вечегжанин до недавнего времени не думал. Совсем. Его горизонты простирались в другом направлении. Мечта я мудом. Но самая главная мечта, чтобы в ближайшее время появился диетологический центр в нашем городе. Все-таки мало, очень мало люди уделяют внимание своему здоровью. Он признался, что занялся в последнее время здоровым образом жизни. Штангу не тягает, но вот плавает регулярно. Благо, есть где. Спортивные увлечения для него понятны в принципе. А спортсмены по духу близкие люди. Вид спорта, к сожалению, ресурс и деньгоемкий. Вот и Вечегжанин Дмитрий, наш друг, он помогает нам решать вот эту проблему с потреблением нами колеса. Тоже зараза стачивается с потреблением этих крюков. И кубок Вечегжанина – это наше, скажем так, дань уважения ему как гражданину города и как меценату. О взаимопонимании с ним могут рассказать представители многих сфер городской жизни. Некоторые устилимские коллективы поют и танцуют исключительно благодаря бескорыстной помощи Вечегжанина и его партнеров. Хотя далеко не всегда даже догадываются об этом. Устилимск – это тот город, в котором я вырос, который дал мне профессию, в котором я заработал и обеспечил себя. Ну и, конечно же, я считаю своим долгом помогать этому городу. С бассейном «Дельфин» произошла похожая история. Казалось бы, зачем лесопереработчикам непрофильный и откровенно затратный объект? Незачем, если бы они были просто бизнесменами, ищущими выгоду. Если бы. То есть мы просто покупали сюда самое дорогое, самое качественное. Ну, наглядный пример, вот вверху страховки, скалодрома, то есть можно, но во всех городах используется тренер. Страхует. Мы купили немецкие инновационные. Инновационные. Да, да. Немецкие автоматические страховки, которые выдерживают от 10 килограмм до 120. Итальянская плитка, которая используется для олимпийских бассейнов. Специальная система кондиционирования. Пять систем фильтров воды. Дело здесь, конечно, не в выгоде, не в личной выгоде. И для всех это очевидно, включая губернатора. Он задержался здесь больше, чем на 10 обещанных минут. Немецкая система водоподготовки. Используется немецкий микрорайд у нас. Ну, сам эпидемат зод приезжал. Ну, вот как бы. Азонирование. Используется. Азонирование. И в культуративе туда нам поставили. А, вот так вот. Это основные очистки. Вот все, что нужно, мы поставили всем. Отлично. Дмитрий Вычагжанин не стесняется говорить, что любит Усть-Илимск. Он не собирается никуда уезжать. Ни в близкой, ни в дальней перспективе. А значит, будет делать все, чтобы эта территория жила лучше. Вот такой простой у него интерес. Такая логика. Есть люди, которых я могу называть учителями с большой буквы. Это мой отец. И здесь больше говорить ничего не надо. И это Плохотник Анатолий Константинович. Мой старший товарищ. Ну, просто мудрый человек. Конечно, мы спросили о учебжанине самого Анатолия Плохотника, который, как известно, не так давно представлял территорию в региональном парламенте. Правда, застали его только по телефону. В отъезде он был. Он перерос, когда работал все на себя. Вот надо себе любимому что-то там купить. Машину, планкировать там дом, поездку и так далее. Вот. Он уже это перерос, и ему хочется работать на благо жителей нашего города и района. Здесь появятся дополнительные возможности, которые он может реализовать. То есть можно в какие-то программах поучаствовать, которые есть по линии области, и которые можно в городе применить. То есть я думаю, что ему это будет интересно. Он будет непросто безразлично посмотреть, что эти программы есть, и все на этом. Он будет их внедрять, потому что это уже другая мошенник, чем тот, который был раньше. Конечно, у города и района очень много проблем. Вот одна из них – это тот лес, который сжигался раньше на делянах и никуда не вывозился. Сегодня Дмитрий Вычегжанин научился с него делать готовую продукцию. Именно в такой глубокой переработке леса я вижу будущее для города и района. Если у нас еще появится эффективный контакт с региональной властью, то я думаю, что многие проблемы города и района будут решаться проще. Понять Вычегжанина можно. Он корнями из этих мест, из-за дучанки. И любит заезжать сюда просто так. Ностальгия детства. То есть вспоминаешь, когда тебе было 5-6 лет. Счастливое детство. Ну, опять же, детство у всех счастливое, наверное, потому что ни проблем, ни забот. И деревня у нас хорошая на самом деле. У меня родители из деревни. То есть я тут прожил, я себя комфортно как бы видел. К деревням отношусь очень комфортно. А тем более сейчас. Ну, а напоследок Дмитрий Вычегжанин преподнес настоящий сюрприз. И доказал, что действительно умеет слышать критику, умеет делать выводы. Или, или он просто любит жену. Дмитрий Вычеганин breve. Дмитрий Вычеганин. Дмитрий Вычеганин. Здравствуйте. Дмитрий Вычеганин. Дмитрий Вычеганин. Немного по-другому. Субтитры создавал DimaTorzok